Точно забрасывать Дима научился в детском доме. Спорт там дело обязательное. Нужно быть сильным. Со слабыми никто не считается. Дима усвоил это в три года, когда его бросили первые родители и он впервые попал в детдом. Мелких тоже лупили. Я сам пришел, мелкие нас вообще так офигачили. Новую семью для Димы нашли за пару месяцев. Быстро, но ненадолго. Когда-то этот дом Дима считал своим. Здесь он жил пять лет. Приемных родителей называл мама и папа. Все было хорошо, пока ребенок не доставлял особых хлопот. Когда начались трудности воспитания, Диму вернули в детский дом. Эти годы с трех до восьми лет он считает лучшими в жизни. Почему стал дважды сиротой, Дима до сих пор не понимает. Да я не знаю, к чему именно попал, но все-таки я тут много хулиганил, говорил много лишнего. Бывшая приемная мать Димы говорит все от того, что никто не помог справиться с трудным ребенком. Поэтому она и приняла сложное решение, упростившее жизнь. Я все это ему рассказала, что Дима, ты понимаешь, получилось так, что это я сделала. Мне очень тяжело, мне больно пожизнить с этим. И это на всю жизнь как бы останется у меня всегда. На что он сказал, что ты, мама, не переживай, все хорошо, может быть, это и к лучшему было. Они стараются поддерживать отношения и иногда навещают друг друга. Но это не семья. В приюте Дом Милосердия делают все, чтобы таких историй не было. Детей здесь подбирают не по фотографии, а по психологии. Главное – совместимость. Приемных родителей обучают на тренингах. Что делать, если ребенок украл 15 тысяч? Многие не думают, что такое вообще может быть. У многих людей, которые приходят на занятия к нам, достаточно много мифов и иллюзий. Многие из них уже имеют родительский опыт. Им кажется, что, собственно говоря, чему вы меня здесь научите. Я вырастила своих детей, я и этого выращу. Ольге очень хотелось взять к себе девочку Олю. Но психологи были против, характеры несовместимы. Двум Ольгам разрешили пожить вместе два месяца. И старшая сразу поняла, ни за что не справиться с такой дочкой. Она у меня устроила сначала истерику такую, что… Именно чисто как манипулятор. А я сказала, я на истерике не верну. Поэтому, если ты хочешь добиться от меня что-то, то, пожалуйста, только добро. После проверки чувств на прочность, две Ольги решили стать подругами. У Александра трое собственных детей. Но тепло семейного очага он решил разделить на четверых. Стал отцом еще и для Олеси. Я сам из детского дома. Я прекрасно понимаю, что такое детский дом. И когда говорят, что дети брошенные, это в наше-то мирное время, для меня это, честно говоря, дико. После пополнения сразу же началась стройка. Большой семье нужен большой дом. Дети растут, и в одной комнате становится тесно. Скоро девушки вырастут, потребуют каждой свою комнату. Воробьевы долго учились в школе приемных родителей. В итоге их не смутили даже проблемы со здоровьем Олеси. Не совсем хорошо с нервной системой у Олеси. Я понимаю, что это, так скажем, может быть болезненно несколько. Мы ходим, консультируемся в организацию, вот врачи-дети. Но чаще всего больные дети никому не нужны. Школ приемных родителей на всех не хватает. Установление становится модным. Власть задает темп. В России не должно быть детских домов. Но будущим мамам и папам не объясняют главного. Семья должна подбираться для ребенка, а не ребенок должен подбираться для семьи. Потому что в этом случае тогда могут быть какие-то перекосы. А подбирать семью для ребенка – это очень тяжело. Детская деревня СОС – международный проект. Таких в мире больше 400. В каждой деревне около дюжины домов. Дети в них живут, как в семье. Будем есть картошку с мясом. В каждом доме есть специальная мама, которая имеет право лишь на 4 выходных в месяц. Все остальное время она должна стирать, готовить и воспитывать детей. Их интересы здесь на первом месте. Приемные родители – это не работа. Приемные родители – это служение. Как понять, насколько человек готов быть в служении? Приемных родителей стало больше. Это уже не личное дело, а почти соцзаказ. В детских домах боятся, что всплеск усыновлений приведет к шквалу отказов. И кто потом объяснит детям, что обратная дорога в приют была выслана благими намерениями? Алексей Корсунский, Ольга Радиевская, Дмитрий Пащенко, Денис Сосин. Другой взгляд.